Пример расчета детской накопительной программы в Медлайфе. Ребенку год, действует полис до 17 лет, гарантированная страховая сумма 500 тысяч гривен, страховая премия годовая около 33 тысяч гривен. Страхователь папа, ему 35 лет, он IT-специалист. Профессия тоже имеет значение при расчете. IT-специалист это не рисковая профессия. Например, у водителя профессионального будет вторая группа риска и тариф будет выше. У родителей, которые работают на вредном производстве, у них будет третья группа риска, будет еще дороже. Сегодня мы рассматриваем такой базовый стандартный вариант для, ну скажем так, офисные работники, руководители, IT-специалисты, менеджеры, руководители и так далее. Итак, выводим предложение таким образом. Мелко, да, и я дальше буду увеличивать, будет поинтереснее, повеселее. Но если вы смотрите сейчас мое видео на телефоне, я предлагаю перевернуть телефон в горизонтальное положение, тогда раскроется видео на весь экран, вам будет легче смотреть. Потом в процессе осмотрения вы можете пальчиками увеличивать изображение в процессе осмотрения и сможете там что-то увидеть, вам будет удобнее. Это, во-первых. Во-вторых, я рекомендую посмотреть с этого момента видео на компьютере, либо на ноутбуке, либо можно вывести на экран телевизора YouTube. Я не знаю, как это делается, потому что у меня нет телевизора. Но я знаю, что такая возможность есть. Я просто хочу показать, каким образом выглядит предложение. В таком формате я отправляю предложение родителям. И почему я записываю видео на своем канале? Я для кого это делаю? Для потенциальных клиентов нашей компании. Если кто-то захочет вдруг у меня это сделать, оформить поле страхования жизни, я буду вам благодарна за это. То есть моя задача заключается в том, чтобы показать, как это работает, расшифровать само предложение, продемонстрировать прогноз выплаты, продемонстрировать выплаты на примере реальных кейсов, для того, чтобы сложилась у вас четкая картинка о том, как это работает. И потом, когда я буду делать предложение, у каждого будет в каждой конкретной ситуации уникальное предложение, потому что разный возраст у родителей, папа, либо мама, у детей разный возраст, разные страховые суммы, разные сроки и средоговора. У каждого будет уникальная ситуация. Но на данном конкретном примере я расшифрую все, как бы распакую предложение, и вам будет потом легче читать свое уникальное предложение. Вот такая вот история. Итак, предложение выглядит таким образом, увеличила верхнюю часть. Ребенок застрахован особо, страховальник папа 35 лет, полис действует до 17 лет, около 33 тысяч гривен годовой платеж, я округляю, не буду копейки озвучивать. И первое страховое событие, главное, дожитие. Дожитие – это окончание срока действия полиса. Клиент наш, в данном случае до 17 лет, если действует полис, то деньги получает родитель, папа, получает 500 тысяч гривен, гарантийную страховую сумму и дополнительные инвестиционные доходы, специальный фонд дексации, который Медлайф сформирует. Чуть дальше я расскажу, как они формируются и что это такое, более подробно расшифрую. Это оптимистичный сценарий. И по статистике лайфов и страховых компаний, 90% клиентов лайфов и страховых компаний доживают до окончания срока действия договора, получают свои деньги и счастливо на них живут, тратят и оплачивают, например, образование своих детей. Еще один момент. Застрахованы особо у нас ребенок. Смерть ребенка не покрывается в Медлайфе и в любую уважающую себя страховой компанию. Если вдруг такая беда случилась, Медлайф возвращает сумму валовых премий и плюс доход, который успел сформироваться, если он успел сформироваться. Все, эту тему закрываю, больше мы к ней не возвращаемся. У страховальника по детской программе может случиться три страховых события, кроме дожития. Потому что дожитие в страховании тоже считается страховым событием. Это освобождение от оплаты страховых премий. Давайте разберем каждый вариант. Смерть в результате несчастного случая. Медлайф освобождает от оплаты страховых премий. Данный полис берет на себя обязательство оплачивать в дальнейшем этот полис вместо родителя, потому что его нет. И по окончании срока действия договора ребенок получает деньги, либо выгодоприобретатель в данной конкретной ситуации. Второй родитель ребенка, например, мама, указывается выгодоприобретателем. Если ребенок несовершеннолетний на момент наступления страхового события, то второй родитель получает деньги, на которые рассчитывал папа для того, чтобы оплатить образование ребенка, например, как вариант. Второе страховое событие. Смерть в результате несчастного случая. В таком случае, кроме освобождения от оплаты страховых премий, предусмотрена выплата 200% от гарантированной страховой суммы. В данном случае гарантированная страховая сумма 500 тысяч гривен. Умножаем на 2, получаем миллион. Вот откуда взялся миллион. Компания осуществляет выплату единоразовую, освобождает от оплаты страховых премий данный полис, берет на себя обязательства по оплате данного полиса до окончания срока действия договора. И по окончании срока действия договора, либо ребенок, либо родитель в данной конкретной ситуации второй получает деньги для, например, оплаты образования своего ребенка. Очень важный момент. В тот момент, когда компания берет на себя обязательства по оплате очередных платежей вместо родителя, не индексирует платеж страховая компания. Это очень важный момент. То есть индексировать может только физособа наш клиент. И третья ситуация, страховое событие, это полная и постоянная нетрудоспособность по любой причине. В результате несчастного случая, либо в результате болезни. Например, человек заболел онкологическим заболеванием и получил, ну как бы утратил способность зарабатывать деньги. Либо после инсульта, после инфаркта, либо в результате несчастного случая. Родитель, например, выжил в результате полученных травм, но полностью нетрудоспособен. В таком случае тоже Метлайф освободит от оплаты страховых премий данный полис. И по окончании срока действия договора ребенок гарантированно получит деньги. Либо родитель в данной ситуации, если он доживает до окончания срока действия договора, он получает деньги и оплачивает образование своего ребенка. Очень важно понимать в этой ситуации, что выплаты по риску смерти в результате болезни нет. Очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Об этом мало кто говорит, как-то вскользь все это проговаривается, но я сегодня делаю на этом акцент уже не первый раз. Программа освобождения от оплаты страховых премий в случае смерти родителей, либо в случае утраты полной постоянной трудоспособности. Эта опция стоит денег. Вот смотрите, на экране я вывела калькулятор, который вносится в персональные данные нашего клиента. И потом на основании этого калькулятора преобразуется в предложение, которое вы видели в предыдущем слайде. Папе 35 лет, мужчина, 500 тысяч гривен страховая сумма, до 17 лет действует полис. Освобождение от оплаты страховых премий. Эта опция стоит 2716 гривен. То есть просто так компания не освобождает от оплаты страховых премий. Понимаете? То есть страховая компания не является благотворительной организацией. За все нужно платить, и за эту опцию тоже нужно платить. В этом возрасте в 35 лет эта опция стоит 2716 гривен в год. А вот теперь внимание, я поменяла только страхователя, мужчину на женщину. И эта опция у женщины стоит в том же возрасте, при тех же исходных данных, 1056 гривен. Еще раз, возвращаясь к предыдущему слайду. У мужчины в 35 лет это опция стоит 2716 гривен, а у женщины в этом возрасте 1056 гривен. То есть у мужчины и женщины эта опция стоит разных денег. У женщины в 2,5 раза дешевле. Теперь, мужчина в 45 лет, при остальных тех же данных исходных, эта опция стоит 5884 гривен. Чем старше страхователь, тем дороже стоит эта опция. И следующий возраст, возрастная категория. Мужчина 55 лет. Это крайний возраст, когда доступна эта опция для нашего клиента. И эта опция стоит в данной конкретной ситуации, при этих исходных данных, 7167 гривен. Причем гарантированная страховая сумма такая же 500 тысяч гривен. Соответственно, платеж уже другой. Не 33 тысячи, а 37342, например. То есть вот этот важный момент, я хотела на нем сделать акцент, потому что это очень важно. Кто будет страхователем, папа либо мама. Конечно же, в идеале страхователем должен быть кормилец семье. Тот, кто приносит больше денег, кто обеспечивает семью. Но если, например, мама и папа зарабатывают примерно одинаковые деньги, то, например, можно один полис оформить на маму, второй полис оформить на папу. У мамы, например, дешевле будет стоить опция. Ну, в общем, зависит вот эта вся история от многих показателей, в том числе от этой истории. Хочу сейчас рассказать очень важную историю клиента относительно защиты дохода родителя. Эту историю я услышала от своей коллеги. Она работает в страховании больше, чем я. Я работаю 19,5 лет в страховании жизни с 2004 года, а она больше 20 лет работает в этой компании. И вот она рассказывала историю, кстати, в Фейсбуке она рассказывала эту историю. На заре своей карьеры в страховании жизни она пришла по рекомендации к своему клиенту пообщаться на тему страхования жизни. Он в конечном итоге стал ее клиентом, но не отказался страховать себя категорически. Хочу сказать, что это была тогда другая компания страховая, Алика и G-Life. В 2010 году произошло слияние двух этих американских страховых компаний. И тогда у нас не было возможности купить риски отдельно, например, от накоплений. Тогда были две программы, взрослая, золотой капитал и детская юниор капитал. И он не видел смысла для себя в покупке такой накопительной программы, потому что он был молодым, здоровым, красивым, успешным бизнесменом. И считал, что ему совершенно ни к чему тратить деньги на какую-то фигню, типа накопления, когда я молодой, красивый и здоровый, могу заработать эти деньги в бизнесе. Ну, таким образом он рассуждал. Но история с накопительными программами для детей ему очень понравилась, потому что он вспомнил себя, когда в 18 лет он получил 1000 рублей. Это были большие деньги, и он решил для своих маленьких детей, которые тогда были совсем маленькие подростки, им было до 5 лет на тот момент, и он решил своим детям сделать такой подарок на совершеннолетие. Купил два накопительных полиса, но с ним случилась беда, не прошло и года, с момента покупки детских полисов накопительных, и он внезапно ушел из жизни. У него случился обширный инфаркт, была какая-то критическая стрессовая ситуация в бизнесе, и вот его организм не справился, и он убил. Например, его жена, зная о том, что он купил детские накопительные полисы, в страховой лайфовой компании, она взяла эти полисы и пришла в Алика, написала заявление на выплату. Алика, естественно, страховая компания, компания Алика и Джилайф, естественно, отказала выплате, потому что это не страховое событие. Эта женщина наняла адвоката, который работал в компании ее мужа. Юристы компании разъяснили этому адвокату, что выплата в данной ситуации невозможна, потому что это прописано в правилах страхования. Возвращаемся еще раз к предложению, которое я вам демонстрировала в самом начале. Смерть в результате болезни, страховое событие у страхувальника. Как в этой ситуации поступает Медлайф? Он освобождает от оплаты страховых премий данный полис, берет на себя обязательства по оплате последующих страховых премий, и по окончании срока действия договора дети получают деньги, которые запланировал для них накопить родителям. То есть выплаты по риску смерти по болезни нет в данном полисе. Она есть только в том случае, если смерть произошла в результате несчастном случае. Вот почему важно иметь свой полис. Помните, я говорила, когда о страховании здоровья в самом начале, о том, что по большому счету в детском полисе можно и родителя застраховать, тем более, если он молодой совсем, ему лет 25 до 30, все риски по здоровью стоят совершенно недорого. И действительно, все можно упаковать в детский полис. Но я считаю, что у каждого родителя, страхователя, должен быть свой полис, потому что задача, цель этого детской программы, этого накопительного полиса заключается в том, чтобы защитить накопление для конкретного ребенка до достижения определенного возраста, а не защитить семью, которой он является кормильцем. Потому что, по большому счету, для этой женщины в тот момент наступил момент, знаете, ну как, это было банкротство семьи, потому что он работал, он зарабатывал деньги, она занималась с детьми, она не работала. И, по-моему, она работала учительницей в школе, и когда родила детей, она перестала работать, потому что в этом нет необходимости, потому что муж ее бизнесмен. И представляете ситуацию, когда прекратился поток денег, семейный бюджет, у нее двое маленьких детей, у нее нет денег, муж умер, никаких нет накоплений. Ну, потому что очень часто многие же люди, когда развивают свой бизнес, они все деньги вкладывают в развитие бизнеса, ну, потому что это правильно, логично, да. Но нет, когда нет базы полиса страхования жизни, да, фундамента, то наступает, ну, натуральная, как бы, разруха в семье, да, то есть натуральное банкротство. Поэтому я считаю, что у каждого родителя должна быть отдельная программа. Не обязательно накопительная. Это могут быть только риски. Смерть по любой причине. Человек заснул, не проснулся, заболел каким-то критическим заболеванием, и его не стало. У детской программы выплаты нет. Поэтому нужно иметь отдельный полис для того, чтобы защитить доход семьи. Критические заболевания для взрослых. Максимальная страховая сумма 2,5 миллиона гривен. У молодых людей это стоит недорого. Можно зафиксировать тарифы в молодом возрасте до 65 лет. Это важно. Потом несчастные случаи, например. Это стоит совершенно недорого, и тарифы фиксированы, не зависит от возраста тариф. Ну, там тысяч за семь, за восемь можно просто шикарный пакет сделать по несчастному случаю. Любой человек может себе позволить. Там за 3-4 тысячи гривны хорошее покрытие можно сделать. За семь, за восемь там будут миллионы фигурировать в страховом покрытии. Госпитализация, хирургия, восстановление у молодых людей стоит совершенно недорого. До 30 лет это стоит примерно столько же, сколько у детей. И тариф по госпитализации, хирургии, восстановлению фиксируется до 65 лет. Он не меняется. То есть вот эти моменты важные очень. Я сейчас проговариваю. Почему? Потому что это крайне важно. Потому что я за почти 20 лет своей работы в страховании жизни столько разных ситуаций видела, трагических, просто трагических, которые разрушали семьи, банкротство семьи, массу всего. Сейчас не буду об этом рассказывать. Я думаю, что у каждого есть в окружении такие истории. Тем более, когда сейчас в стране идет полномасштабная война, когда каждый день прилетают ракеты, никто не знает, куда прилетит следующая ракета. Сразу забегая вперед, хочу сказать о том, что Медлайф платит по рискам, связанным с войной и военными действиями, гражданским. И у нас на сегодняшний день масса выплат Медлайфе, более 30 миллионов на сегодняшний день мы заплатили с начала полномасштабного вторжения по событиям, связанным с войной и военными действиями. Поэтому используйте эту, пожалуйста, информацию. Знайте об этом. И, конечно же, покупайте полисы страхования жизни и здоровья для себя лично, в том числе, а не только для своих детей. Сейчас вы видите на экране прогноз по данной программе. 500 тысяч гривен вы видите в красном блоке. Это гарантированная страховая сумма. А вот теперь интересно. Я рассказываю про ДИТ и про СИФ. Каким образом осуществляются платежи? На первый год родитель заплатил, например, почти 32 тысячи гривны по данному полису. В следующем году на электронный адрес он получает кританцию, в которой есть два варианта для оплаты. На уровне прошлого года те же 33 тысячи гривны, либо чуть больше, чем в прошлом году. В 2023 году все наши клиенты получают кританцию с индексацией 15%. Обычно индексация 10-11%, но так как в стране война, и понятно, что инфляция гораздо выше, чем в мирное время, там, довоенное, на 15% больше. И клиент имеет право выбрать. Есть возможность, он платит с учетом индексации, либо индексированный платеж с учетом инфляции, либо платит на уровне прошлого года. Так вот, если клиент платит на уровне прошлого года и никогда не индексирует свои платежи, ну, не видит смысла, не хочет, либо не знает об этом, ну, по какой-то причине, он платит всегда не индексированные платежи. Тогда на выходе он получит 925 тысяч гривен, 627 гривен. Помните о том, что я говорила, если деньги получает, до 17 лет действует полис, деньги получает родитель, и доходная часть не облагается налогом. То есть дохода с ДИДа, Медлайф не будет платить налоги государству. Вся сумма будет перечислена на банковский счет клиента. Если клиент выбирает второй вариант, индексировать платежи, каждый год он оплачивает индексированные платежи, тогда на выходе будет 1 550 000 гривен, то есть более чем в полтора раза. Вот на этом конкретном примере видно, что насколько важно, насколько эффективно и выгодно оплачивать индексированные платежи. Дополнительный инвестиционный доход и специальный фонд индексации не облагаются налогами. Еще раз подтверждаю, если полис действует до 17 лет и деньги получает страхователь. Это важно, когда страхователь в 17 лет, когда исполняется ребенок, получает деньги, и он распоряжается деньгами. Потому что в 18 лет, когда ребенок исполняется в 18 лет, то он получает ребенок деньги. И не факт, что он захочет эти деньги потратить на свое образование. Он же воспринимает эту выплату как подарок. Это очень важный момент. Следующая выплата, я не буду ее увеличивать, все то же самое, только полис действует до 21 года. Ну, как вариант, да, то есть вы можете купить два полиса. Один полис действует до 17 лет, чтобы вы получили деньги и распоряжались этими деньгами по своему усмотрению. А второй полис действует, например, до 21 года, когда ребенок закончит уже университет свой, либо какое-то другое там учебное заведение. И вы таким образом делаете ему подарок для старта во взрослую жизнь. При всех тех же исходных данных полис действует до 21 года, и, соответственно, платеж у него меньше, потому что на несколько лет дольше действует полис. И, соответственно, доход здесь будет больше, потому что дольше действует полис. На что я хочу обратить внимание. Если вас смущает цифра 500 тысяч гривен, гарантированная страховая сумма, для вас это много, потому что мне часто бывает такое. Вот я недавно скинула ссылку для женщины, которая ко мне обратилась с запросом по взрослой пенсионной накопительной программе. Я ей скинула запись. Пенсионная программа на примере 35-летней женщины с годовым платежом 40 тысяч гривен. Она мне звонит и возмущается, что я не готова платить такую сумму. На самом деле я же записываю видео для того, чтобы показать, как это работает. У каждого человека будут разные цифры. Она ориентировалась, например, на 15-20 тысяч гривен. Ну, хорошо, делите все пополам, и у вас будет в два раза меньше страховая сумма. Например, делите 500 тысяч гривен пополам, и у вас будет гарантированная страховая сумма 250 тысяч гривен. Тогда платеж у вас будет по программе не 26 с лишним тысяч гривен, а, например, 13 с лишним тысяч гривен. Тогда у вас будет доход, если вы не будете индексировать не миллион сто, а 550 тысяч гривен. А если вы будете индексировать при меньшем платеже в два раза и при меньшей в два раза гарантированной страховой суммы, то если вы будете индексировать, то у вас доход будет не 2 миллиона, а миллион. И точно так же вы, если хотите увеличить вам недостаточно, например, 500 тысяч, вы хотите миллион. Пожалуйста, тогда вам нужно платить не 26,5 тысяч гривен в год, а 53 тысячи гривны в год. И тогда доход будет не миллион сто, а два двести. И, соответственно, не миллион сто, не два миллиона сто, а два миллиона двести. Я надеюсь, что понятно объяснила. То есть важно понимать суть, смысл, как это работает. У каждого будет эксклюзивная ситуация, начиная от возраста, от пола, от срока действия договора, от профессии и так далее. Много факторов влияют на конечный результат. Надеюсь, что я понятно это объяснила. Теперь по поводу налогообложения. Более подробно я обещала вам рассказать, если полис заканчивается 18 лет и более. То есть когда ребенок становится совершеннолетним и когда он является получателем денег. Есть два варианта налогообложения в такой ситуации. Вариант первый. Когда страховальник и застрахованная особа одно лицо. То есть когда папа берет на сайте компании заявление о смене страхователя и записывает страхователем своего ребенка. То есть когда по накопительному детскому полису страховальник и застрахованная особа одно лицо, тогда налогообложение будет осуществляться по классической схеме. Митлайф тогда выступает в качестве налогового агента и платит государству с доходной части с ДИД и СИФа 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор. Что будет через 15-20 лет, я не знаю, какие будут налоги и будет ли военный сбор. Если будет существовать наш северный олень, наш сосед, который нас сейчас убивает, расстреливает и каждый день направляет на нас ракеты, скорее всего он будет существовать военный сбор. Мы будем жить как Израиль рядом с Палестиной. Ну вот ситуация следующая. Если, вариант второй, если страховальник и застрахованная особа не одно лицо, то есть страховальником продолжает быть папа до окончания срока действия договора, тогда налогообложение осуществляется с 60% от всех трех сумм, которые начислят Митлайф на выплату. Гарантированная страховая сумма плюс ДИД, плюс специальный фонд индексации. От всей этой суммы берется 60% и эти 60% облагаются налогом. 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор. Первый вариант, он конечно поинтереснее. Второй вариант, ну как бы побольше придется заплатить налоги. Но в каждом конкретном случае родители сами принимают решение, и там ребенок, например, застрахованная особа, как это будет все выглядеть. То есть можно сделать каким образом? Просто накануне, там за год, например, до окончания срока действия договора, поменять страхователя, зайти на сайт компании в разделе бланки, распечатать бланк, поменять страхователя. Застрахованную особу поменять в полисе нельзя, никогда. А страхователю можно. Обращайтесь с этим вопросом, если вы являетесь клиентом, и для вас это актуально, к своему финансовому консультанту, либо звоните в компанию, телефоны компании, полцентра находятся на сайте компании. Я обслуживаю своих клиентов, у меня нет возможности отслуживать всех подряд клиентов. Сразу хочу сказать, что такой возможности у меня нет. Я обслуживаю только своих клиентов. Для того, чтобы получать консультацию от меня, как от сетанцевого консультанта, по каким-то конкретным полисам нужно быть моим клиентом. То есть у меня нужно что-то купить, и даже если у вас несколько полисов в семье есть, вы хотя бы один полис у меня покупаете, там докупать нужно что-то, например, да, Потому что страхование жизни – это добровольный вид страхования. Если вы понимаете, что у вас недостаточно страхового покрытия по накопительным полисам, вы можете докупить. Если вы понимаете, что у вас по рискам недостаточно страхового покрытия, вы тоже это можете докупить. Вот если вы у меня хотя бы один полис докупаете, тогда я могу консультировать по всем другим полисам, которые...